Что означает мигающий желтый сигнал светофора? Кто такой регулировщик? И зачем нужны световозвращающие элементы? На эти и другие вопросы детей ответили сотрудники госавтоинспекции. В рамках подготовки к онлайн-олимпиаде в школах города проходят уроки правил дорожного движения. На одном из них побывали мои коллеги. С ноября школьники Мариел присоединились к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». По мнению представителей регионального Минобразования, данная инициатива сократит количество ДТП с участием детей, а также сформирует у школьников знания о безопасном поведении на проезжей части. С этим согласны и педагоги. В дни умных каникул ученикам начальных классов с 1 по 4 предложили принять участие в онлайн-олимпиаде. Мои ученики 4 класса тоже принимают участие в этой олимпиаде. Они выполняют задания. Если встречаются какие-то трудности, они спрашивают. Помогают в подготовке к олимпиаде не только преподаватели, но и сотрудники госавтоинспекции. В городских школах для учащихся 1-4 классов проводят онлайн-уроки ПДД. Дети задают интересующие вопросы и беседуют с инспектором ГИБДД. Несмотря на то, что сейчас дети находятся на удаленном обучении, пропаганда безопасности дорожного движения у нас не останавливается. Наша задача продолжать напоминать и обучать детей, помочь им сформировать навыки безопасного поведения на дороге, так, чтобы предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, хотелось бы также обратиться к родителям, у которых сейчас в данный момент находятся дома дети, отправляя их на прогулку. Всегда следите за тем, чтобы они использовали световозвращающие элементы на одежде. Напоминайте им о правилах дорожного движения и будьте, конечно, положительным примером для детей не только своих, но и для других. Напомню, что Олимпиада продлится до 11 декабря на образовательной платформе учи.ру. Школьникам доступны интерактивные задания на знания ПДД. Ребята выступают в роли пешеходов, пассажиров общественного транспорта, водителей велосипеда, проверяют свои навыки, решают игровые ситуации.